Дорогие друзья, не случайно я начинаю этот эфир с цветами, потому что сегодня у нас в гостях именинник. И этого именинника я поздравляю с огромнейшим удовольствием с днём рождения. Я думаю, что ко мне присоединится и Михаил Фрейлин, известный одесский продюсер, автор и зачинатель огромного множества потрясающих проектов в нашем городе. А гость наш именинник — это прекрасный пианист, великолепный музыкант Сергей Терентьев. Серёж, с днём рождения! Спасибо. Мы бы спели с Мишей, но как-то рамки эфира не позволяют. Спасибо. Жёлтые, белые. Да. Ну, можно пока положить на стол, чтобы руки были не заняты. Дорогие друзья, информационный повод, да, не только день рождения, а ещё информационный повод. Вот, ну, во-первых, Михаил хотел рассказать об этой книге. Нет, это подарок от мастер-джем Феста, от нашей команды, Сергею Владимировичу. Это «Джаз и блюз», это книга, это американская книга, да, «История джаза». Вот, ну, собственно, вот будет ещё одна книга в библиотеке. Вот такая симпатичная книга. Смотрите и завидуйте. Если захотите взять её на почитать, то к нас в Одессе принято зачитывать книги, да, то обращайтесь к Сергею. Сразу хочу сказать такую одну вещь. А, у нас есть звоночек, кстати. Ну, давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло, мы слушаем вас. Здравствуйте, уважаемая студия. Спасибо вам за возможность поздравить такого замечательного человека и музыканта. Я горжусь, что я живу в одном городе с ним. Уважаемый Сергей Вадимович, огромное вам спасибо. Низкий поклон за ваш талант, за вашу такую тонкую игру. Знаете, я когда на ваших концертах, я плачу. Огромное вам спасибо. Это слёзы радости, слёзы очищения какого-то. Я очень давно не слышала таких пианистов, музыкантов, как вы. В наш город приезжали в своё время очень многие пианисты были. Но вы, Сергей Вадимович, от Бога. Извините меня за эмоции, но эти эмоции, это эмоции радости, что я могу вот так напрямую вас поздравить. Я вам пожелаю долгих лет жизни, здоровья и радовать нас, радовать нас своей игрой. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. От всех, кто вас так любит. Всего доброго вам. Всего доброго. Спасибо огромное. Я вот, извини, Сергей, мы предоставим вам слово обязательно. Вот, мало того, мы сейчас прервёмся. Дело в том, что подготовил, вот Михаил принёс такой 23-минутный фильм о Серёже. Ну, посмотрим этот фильм, а потом в конце мы вернёмся в нашу студию, опять в прямой эфир и будем каким-то образом подытаживать на наше общение. Но во время звучания этого фильма наш телефон будет работать. Я вот сейчас Сергея просто попрошу, мы его приставим к этому телефону. И вы можете звонить напрямую 737-7310, напрямую Сергею, поздравлять его с днём рождения. Я думаю, будет приятно. Тем более, что, вот, кстати, я совершенно согласен с нашей телезрительницей, что уникальная совершенно встреча, потому что, насколько мне известно, у нас сегодня сумасшедший эксклюзив. Дело в том, что Сергей не выходил в эфир в прямой где-то, наверное, порядка лет сорока. То есть это было ещё в прошлом столетии. Так что нам всем очень, так сказать, повезло. Одну вещь вот я ещё скажу. Дело в том, что вот вы говорили, что всегда там слёзы радости. Вот у вас будет возможность ещё в ближайшее время поплакать. Это будет 26 апреля, это будет суббота. У нас в Театре музыкальной комедии вот Михаил продюсер и, так сказать, автор этого концерта. Собственно, чего это я забираю ваш хлеб? Проанонсируйте, пожалуйста. Ну, на самом деле... Ещё 4 мая будет. И 4 мая. Я хотел сказать, что не один я автор. И Николай Голощапов, в общем-то, все, собственно, большое число джазового сообщества из организаторов, они... Ну, мы все придумали. То есть мы каждый год празднуем Всемирный день джаза. В этом году нам уже совсем повезло. Получили личное послание от посла доброй воли Херби Хэнкока. То есть уже, в общем-то, признают Одессу джазовым гордом. Но я хочу сказать, что, несмотря на трудные времена, такого не было наплыва джазовых событий. Два концерта недавно вот прошли в Бейт-Гранте, в том числе и Сергея Владимировича, и Сергея Терентьева с большим успехом. У нас 26-го будет концерт в музыкальной комедии, где, к радости одесситов, Сергей сыграет с легендой джаза, с другом, со своим другом Владимиром Тарасовым, которого называют философом звука. И Максим Кондратьев, известный одесский контрбасист, тоже примет участие. И если говорить о событиях, то и 29-го филармонии Сергей будет играть, и 4-го мая будет играть, и сегодня он играет. То есть, слава богу, Одесса насыщена джазовыми праздниками, несмотря ни на что, а может быть даже и вопреки всем этим событиям. Мы не будем сейчас об этом говорить, но важно, что вот эти вот события происходят. И происходят, в смысле, культурные события. Вот это изюминка города. Я хочу сказать, что в нашей программе выступят и монстры джаза, и молодая поросль. Вот и Дюк Тайм будет, джазовая программа. Кстати, Сережа может быть и удивиться. Они споют, ну, мужской секстет споет, исполнит, скорее бы так, исполнит 4-й прилет Шопена. 4-й прилет Шопена, акапелла. А разовьет эту тему состав, квинтет Алексея Петухова, в котором примет участие трио Петухова, Андрей Мишаков и Мирослав Пятников. Это выдающийся одесский музыка. Но Третьев тоже не без сюрприза, он будет играть в трио, что тоже в общем-то... Да, я только что об этом говорил, но это потрясающая музыка. Ну, во-первых, два монстра джаза, и Тарасов, и Терентьев. Мы же постоянно крутим. Дело в том, что YouTube собрал невероятно этих кликов, лайков на выступления Тарасова и Терентьева, вот на мастер-джеме на финале. Вот, и мне кажется, это будет очень... И, кстати, очень большая радость, действительно, что если кто 26-го, там, по чечению, не будет в Одессе, не сможет попасть на этот концерт, будет там онлайн-трансляция, да, вот под эгидой ЮНЕСКО. Вот это очень здорово, что можно будет этот концерт... У нас будет онлайн-трансляция, и да, да. Ну что, давайте мы переходим... Давайте фильм. Да, переходим к фильму. Значит, мы смотрим 23-минутный фильм о Сергее Терентьеве. Те, кто хочет вот на протяжении этих 20 минут позвонить прямо напрямую ему, пожалуйста, звоните 737-7310. Я просто хотел два слова сказать. Этот фильм делался мастер-джем командой, и Еленой Мазу тоже с ее командой, замечательный журналист, и вы сейчас ее увидите. Ну, прекрасный человек, вот уже бок о бок с ней, и один десяток лет отработали тоже, кстати. Это подарок, наш... Сергей Владимирович еще не видел этого фильма, мы хотим, чтобы он посмотрел сейчас. Ну, хорошо. Ну что, смотрим, да? Сегодня мы будем говорить об одном очень интересном человеке. Сергей Терентьев, выдающийся мастер Одесской фортепианной школы. Сергей Терентьев по праву считается одним из самых виртуозных исполнителей Украины, а ранее и Советского Союза. Сергей Терентьев первым из советских музыкантов в 70-х годах начал играть на филармонической сцене и классические, и джазовые произведения. Необыкновенно тонко чувствующий, Сергей Терентьев не приемлет ни искренности в отношениях, фальши в обществе. Кажется, что ему легче быть в тени, жить в уютном и маленьком мире, где комфортно и куда он мало кого пускает. А вот на сцене Терентьев преображается. Он раскрывается и дарит себя зрителям, тем, кто готов слушать, слышать, чувствовать и понимать. Блестящий музыкант, который совмещает свободную импровизацию, спонтанную импровизацию, способен творить, играть с кем угодно, что угодно, когда угодно. А кроме того, он еще и, а может быть, это и в первую очередь, он все-таки академический музыкант, который, в общем-то, в свое время был в зените славы и гастролировал в Европе, и, в общем-то, с большим успехом. Советский Союз его помнит. И даже пластинки записаны еще на фирме «Мелодия» его. Это редкое качество музыканта, когда очень сильный академический музыкант и, в то же время, невероятно сильный джазмен, скажем так. И не зря его еще и зовут маэстро «Шелковый пальц». Несколько строк из биографии. Сергей Терентьев родился в апреле 1946-го, закончил музыкальную школу имени Столярского и Одесскую консерваторию имени Неждановой по классу фортепиано у знаменитого педагога профессора Людмилы Гинсбург. По мнению музыковедов, его ждала победа на международном конкурсе Чайковского, но музыкант внезапно решил отойти от классики и посвятить себя джазу. Пианист приехал в Москву и в 1978 году вошел в легендарный оркестр Олега Лунстрема, с которым проработал два года. С 1983 года Сергей Терентьев — солист Одесской филармонии. Его появление в этом же году на джазовом фестивале в Одессе стало настоящим откровением. В 90-е годы Сергей Терентьев работал в основном за рубежом, по-прежнему исполнял и классическую музыку, и джаз. Я Сергея Терентьева знаю уже не просто много лет, а уже, наверное, несколько десятков лет. И имею счастливую возможность сравнивать, что он играл и 30 лет назад, и 20 лет, и даже каким-то образом вспоминал музыку, когда он отсутствовал в Одессе несколько лет. Все равно сыгранная музыка в моем сердце звучала. А далее, когда появилась возможность относительно регулярно встречаться в рамках абонементных концертов всего искусства на сцене Одесской филармонии, и вновь убедиться, что он не утратил с возрастом, такое бывает, ни виртуозности пальцев, ни гибкости репертуара, который привлекает своей уникальностью. Есть сложнейшие произведения, которые пианисты, мягко говоря, обходят в концертной практике. Это очень сложные сонаты Бетховена последние, это испытание исполнить такое произведение цельно, со своей концепцией. Конечно, для этого нужно прожить большой отрезок, пройти и с радостью, и потерями, и состраданием, чтобы потом пальцами выразить то настроение, которое, возможно, заложил автор в это произведение. Потому и когда в слушательской аудитории возникают схлипывания или какая-то напряженная тишина, понятно, что именно благодаря возможности реализовать через пианизм очень глубокие душевные потрясения Сергея Терентьева, зритель его слушает внимательно и каждый раз ищет возможность прийти еще раз послушать. Даже если это любимый Шопен, или Рахманинов, или Скрябин, каждый раз что-то такое, что струны души заставляют звучать на самой пронзительной ноте. Мы с Сергеем знакомы, ну уж полвека, более полувека, наверное, то есть со времен моей консерваторской юности и его учебы в школе Столярского. Так что я, конечно, знаю об этом человеке абсолютно все, потому что уже тогда он был притягательным центром, энергетическим, музыкальным, и с тех пор я чрезвычайно внимательно слежу за всем, что он делает, где он работает, практически не пропускаю никаких его концертов и смею полагать, что я хорошо знаю и лично Сергея Терентьева, как моего хорошего приятеля и как выдающегося, подчеркиваю, одесского музыканта. Сергей Терентьев непредсказуем, и в этом один из самых его притягательных положительных моментов. Второе, что даже если и он будет играть что-то такое, что мы знаем и что слушали уже неоднократно, каждый раз, каждый раз это наслаждение, каждый раз это поток радости, это водопад счастья, наслаждение, удовольствие, всего чего угодно. Я вообще считаю, что Сергей Терентьев – это явление в культурной жизни города. В числе самых значительных событий своей творческой жизни Сергей Терентьев считает участие в фестивалях в Австралии, Новой Зеландии с концертами и симфонической музыки и джазовыми, запись пластинки «Solo One», концертную деятельность в Дании. Это моменты были надежды. Ну и недавно, потому что у меня это не очень часто случается, как-то прекратилась линия поезда, вот, то у меня раньше было, в 90-е, наверное, на 94-е, 95-е, тот 2002-го. Сейчас у меня немножко, так сказать, тишина. Да, вот, но два года тому назад был очень интересный для меня, пожалуй, самый интересный концерт в моей жизни, как классического музыканта, когда я почувствовал, что... Вот это в концертном зале Чайковского с оркестром, государственным академическим, фоническим оркестром Светлановым, под управлением Марка Гранштейна. Исполняю концерт Шопена Фамина. Это для меня было, в общем, наверное, очень волнительно, потому что в Москве играть, когда там давно не было. И классическую музыку, где столько ценителей и столько всего слышали, да? Да. Вот. И это было для меня очень приятно и значимо. Я представлю вам две рецензии на концерте Рентьева, буквально вот несколькими годами ранее, который состоялся не более или менее как в Большом зале Московской консерватории с оркестром под управлением Гранштейна. И вот Шопен не обычный, а концерт романтический. То есть, несмотря на возраст, считается, что Шопена, как романтики, молодые играют с восторженным ощущением в любви. Но вот признание корреспондента в том, что необычный Шопен, Шопен, который прошел мир пережитого, мир страданий, мир подъемов и восторгов самого Сергея Терентьева, заставляет послушать эту музыку по-другому. Любой человек совершает в жизни какие-то глупости, улыбается Сергей Терентьев. Процент их у каждого разный, но то, что они совершаются, это точно говорит он. С детства у Сергея было одно предпочтение – классическая музыка. А классика, как известно, в переводе – это образец. Это образец музыки, настоящей музыки. Именно поэтому все. В какое-то время, в период Рахманинов, когда был Мэттнер и Кресель, это были первые меценаты джазовых музыкантов, кстати, первые, кто дали деньги, чтобы эти люди обучались. Другое дело, они не знали, что… Ну, как-то не успевали, может, подумать о том, что академическая музыка внесет свой разлад. И уже джазовой музыки мы, в принципе, не слышим. Сейчас джазом называют многое из того, что джазом на самом деле не является. Например, Майкл Фрэнкс, Джин Аванелли, рассуждает Сергей Терентьев. Джаз – это другая музыка, совершенно другая, которая играть намного сложнее, чем то, что сейчас все играется. Это все, как сказал один критик, американский, по-моему, что современный джаз – это перевернутая классика. В общем-то, все пользуются. С одной стороны, мне это очень приятно, потому что, конечно, все, что и Пэт на тени, и все, ну, кого бы я ни называл, они все черпают знания и влияние, конечно, академической музыки. Как Джон Мэхиган написал в своем учебнике по джазу, это самый известный, влиятельный и самый лучший, наверное, теоретики джаза. Профессор Джулиардо был сейчас, не знаю, жив он или не жив, который прямо написал в своей книге, что джазовой гармонии вообще не существует в природе. Ее нет, что все джазмены пользуются гармоническими приемами классической музыки, начиная с 16 по 20 век. Ну, книгу он написал в 20 веке, но это и по 7. И мне это очень приятно. Даже такой музыкант, как, казалось бы, Тейлор, лидер группы Aerosmith, у него дома любимый композитор Депюси, Клод Депюси. То есть это, к сожалению, то, чем у нас не занимаются музыканты, поэтому очень много теряют, потому что они ни у кого не слезают. Они берут Билл Эванс, серьезно сидел над имперированным клавиром Баха, Шуман, Шопен, романтикой, обязательно. Кстати, очень скромно о себе сказал, что он говорит, я не принадлежу к тем, к тем вот талантливым таким импровизаторам, которые могут и произвести сразу же, сразу же на сцене. Мне нужно подготовиться, мне нужно подумать, но то, что он играл, это я выше музыканта в джазовой музыке. Я назвал, пожалуй, как пианиста. Кроме одного. Тейрол Карнер. Да. Как пошутила музыковед Елена Шевченко, обреченность пианиста Сергея Терентьева в том, что пока он не сыграет «Май Уэй» на концерте с любой обозначенной программой, публика не отпустит его со сцены. Послушать его джазовые импровизации – счастье. Он играет все по-своему. Ему нужен только импульс, какой-то знакомый джазовый стандарт для аудитории, для того, чтобы и профессионалы, и слушатели, которым просто приятно находиться в поле размышления, Сергея Терентьева, путь топ-пианизм рахманиновского стиля, или Питерсона, или любимого Гарнера, или утонченного Билла Эванса. Музыковедческий разбор его выступлений – это, скорее всего, переходящий в эмоциональный восторг оценка его выступления. Хотя я знаю, что есть люди, которые принижают творчество, значение творчества. Терентьев говорят, «А, мне не нравится, как он играет классику», или «Вот он играет классику, значит, джаз мешает». Я не ставлю никогда таких разделений, потому что считаю главным, что Терентьев – это явление нашего времени, человек, который универсальным языком своих возможностей, пианизма и понимания музыки, глубокого понимания, может передать слушателю и образцы классики, и образцы импровизации разного стиля. Но он чаще всего солист, он индивидуальность такого высокого плана, что его интересно слушать все. Терентьев импровизирует столько, сколько себя помнит. Джазовая импровизация сначала была просто его хобби. У меня все получалось, но так мне в стиле. Иногда я задаю вопрос, зачем, потому что меня это немножко уводило по жизни в другие порталы. Может быть, даже это и получило, не знаю. Так вот, я на тот вопрос. С течением жизни так получилось, так получилось, что, будучи рядом в первой премии конкурса исполнителей в Киеве, работы у меня не было, хотя я имел на это право именно концерт-дминистрат. Мне пришлось вот пойти тогда, в те далекие годы, когда джаз у нас так начинал. Ну, сначала я с Воскевичем, это все у нас другое было. А потом вот вы говорили о стиле. И вот, когда я попал в... Ну, не будем сковать. Джаз в Америке родился где? В ресторане. И там его и играют в основном. Вот. У нас тоже были рестораны, но играли другую немножко музыку, но были составы, которые стремились вот играть. И вот там я узнал... Не то, что узнал, а услышал. Стив Вандер, Бэнсон. Мне понравилось, потому что действительно талантлива, как песня. Все, но к джазу-то не имеет никакого значения. Ну, никакого. И поэтому у меня и менялись стили. Теперь я бы хотел в чем-то одном остановиться. Наверное, в самом своем дорогом и любимом. Это очень сложно сделать, поскольку не только потому, что я уже как бы играю это, и люди как бы хотят и занимают меня в этом. Ну, отказаться мне пока сложно. Но не скрою, хотел бы не остановиться, а вернуться к тому же человеку. Джаз далеко не всегда приветствовался. Помните знаменитую фразу «Сегодня ты играешь джаз?» В связи с джазом и у Терентьева были неприятности, конечно, но все же ему очень льстит статус первого в Советском Союзе классического музыканта, который начал играть джаз. Ну, а как коллекционер горжусь тем, что у меня в коллекции есть вот такая пластинка, это винил, тот старый винил, который в 83-м году появился на фирме «Мелодия» и представляет джазовые композиции Сергея Терентьева и Юрия Кузнецова. Две стороны, вот, цвет осенней листвы. Потому в коллекциях одесситов, наверное, есть эта музыка, но она уже по старости не соперничает по качеству с компакт-дисками, с проигрывателями, с мини-дисками или компьютерной информацией. Но так или иначе, это сердечность, это романтизм Терентьева образца 30-ти летней давности. По собственному же признанию Терентьева, ему самому, в отличие от зрителей, далеко не всегда нравится то, что он делает на сцене. Это непросто все время на публике оставаться искренним, особенно когда импровизируешь. Терентьев боится штампов. Вот когда у меня в игру начинают влазить, ну, что одну тему сыграл, вторую тему, третью сыграл, опять повторяешь, опять баллада, и я начинаю чувствовать какие-то штампы, я не могу играть, мне уже плохо, я чувствую какую-то фальшь. Это уже я сказал. Но это если импровизация настоящая, если не композиция. Вообще импровизировали классики, оттуда все пришло, лист, все после концерта обязательно подносился вот такой кубок, там лежали различные темы, вынималось, и он выбирал, на какое он играл произведение настоящее, не только обыгрывание гармонии, а тут очень серьезную песен, от которой потом пианистам, чтобы сыграть, надо сидеть и выучить. Но вообще импровизация допустима только одна пица. Тогда вторая уже начинает стираться. Импровизация – это даже может быть сложнее, чем композиция. В композиции ты выбираешь, ты там то, там все, соло так, что было такое, там, что было такое, а здесь сразу же все надо делать. Естественно, психика, нервы все работают на… и очень быстро стирается ощущение, вот, восприятие того, что ты делаешь. В том, что с помощью музыки можно выразить и любовь, и другие чувства, Сергей Терентьев не сомневается. Но вот достаточно ли одной музыки, чтобы показать любовь? Интересно, как ответит на этот вопрос музыкант? Конечно, говорит он, музыка и чувства. Для слушающих Сергея Терентьева эти понятия становятся неразделимыми во время игры маэстро. Вы понимаете, это настоящее искусство, это как никто-то там написал, как я думаю об этом. Настоящая музыка, не только музыка. Это все о нас. Так же, как и Достоевский, так же, как и все, как и прекрасная музыка. Мы же плачем, люди плачут. Но это же не те слезы, которые реальные, слезы в жизни с вами что-то случится. Даже как вы читаете Достоевского, все равно это нереально. То есть это реально, но с другой стороны, то есть настоящее искусство, все реально поднимает вверх. Она ее очищает. И вы получаете уже сливки. Он играет очень тонко, очень нежно. Я бы так сказал, трудно найти человека, ну уж в Одессе точно, может и в стране, который мог бы отражать чувства нежно, тонко, обаятельно, я бы даже сказал, обольстительно, нежели Сергей Терентьев. Именно акцент, такой по-настоящему очень серьезный акцент отношений, скажем, мужчины и женщины можно выразить только музыкой. И наилучшим образом это сможет сделать только Сергей Терентьев. Даже в зрелые годы Сергей Терентьев остался непосредственным иронимом, как и многие талантливые музыканты, которые, достигнув расцвета творчества, не добились материального благополучия и остались совершенно беззащитными перед жизненными трудностями. Он беззащитен, он может только играть, он может только любить, музыкой, понимаете, музыкой. И он уже не юноша, то, конечно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы мы все обратили на это внимание. Но, в общем-то, вот это вот несоответствие, высочайшее творчество, вот этого труда, интеллектуального, по-настоящему творческого, я бы сказал, божественного, а с другой стороны, ничтожная плата, в широком смысле, подчеркиваю, за такой труд и мизерное внимание. В такой ситуации остается только приветствовать меценатов, которые даже в самые смутные времена продолжают заботиться о талантах, организовывая им концерты и выплачивая гонорары. Благодаря им зрители имеют возможность общаться посредством музыки со своими кумирами, а люди творческие, не замыкаясь на себя и свои проблемы, реализовать свой потенциал. Сергей – это уже не музыкант, просто музыкант, это какое-то эстетическое явление, это какая-то художественная глыба, которая, к великому сожалению, очень мало оценена и очень мало его творчества законсервировано для будущих поколений. И я с ужасом думаю, что, например, вот те молодые люди, которые сегодня придут в жизнь музыкальную, придут в область искусства, они будут очень мало знать о Сергее Терентьеве, а если будут знать, то только по наслышке. Я думаю, что вот вы представляете, фильм будет или телефильм, я не знаю, что вы делать очень большое дело, потому что то, что делает Сергей Терентьев, необходимо законсервировать для потомков, ибо, это подчеркиваю, Сергей Терентьев, это событие, это явление в культурной жизни нашего города. И я горжусь тем, что я вот полвека даже с лишним знаю этого человека, люблю этого человека, восхищаюсь. Единственное такое сочетание, когда зритель и музыкант собираются вместе, вот тут происходит пик, они как бы пикируют друг на друга, понимаете, и взлет, и, в общем-то, настроение, все такое. Если мы говорим о Серге Терентьеве, это вот те минуты, те часы, которые он проводит, находясь в зале. Понятно, что он испытывает блаженство, а думаю, что еще большее блаженство испытывают зрители. Вот эти минуты. А хотелось бы, чтобы это было на протяжении всей жизни у таких творческих людей, как Сергей Терентьев. Всем счастья ходить на концерты, слушать Терентьева, переживать эту музыку, и точно каждый, обостряя свое эмоциональное состояние, обнажая свою душу, становится и светлее, и чище, и глубже, и все-таки через боль, может быть, через тадание, радостнее нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok такой прекрасный фильм, «Не добавить, не убавить», что называется. Я согласен со словами Николая Яковлевича Голощапова. Правда, я почувствовал себя после его слов обкраденным на 10 лет, потому что он знает Сережу уже 50 лет, а я только 40. По поводу консервировать, действительно, фиксировать его творчество, обязательно. Куда? В студию. Поэтому и вы посвящаетесь. Да, вы не удивляйтесь, что Сергея сейчас нет у нас в студии, он просто продолжает говорить по телефону, принимает поздравления, но сейчас буквально с минутки на минутку вернется. Вы тоже, наверное, к этому прикладываете руку, да, и тоже каким-то образом пытаетесь фиксировать это все, выкладывать в ютюбе? Да, дело в том, что, понимаете, скорее всего, прикладываю эмоции, я не знаю, я не знаю, что я там прикладываю, но я получаю невероятную, как бы, невероятную радость, потому что, когда понимаешь, что сидишь рядом с маэстро, или там общаешься с ним, или он выступает, я в этот момент смотрю на людей, на зрителей, и вижу, что они восхищены, то есть они тоже радуются, и вот это, ты получаешь удовольствие от того, что удовольствие получают другие, вот, и я всего лишь, ну, в общем-то, ну, как продюсер, как посредник, и многие люди, которые, в общем-то, с Сергеем играют, организовывают его концерты, они делают большое дело, на самом деле, большое дело, потому что сегодня, ну, что, мы живем, собственно, искусством, культурой, мало что еще, ну, в Украине, собственно, там не так много радостей, скажем так, такого материального, да, земного, вот, и во многом это компенсируется, вот, культурными явлениями, так сказать, и особенно сейчас, в трудные времена, мне кажется, что выступления Сергея Владимировича и других музыкантов, это та самая отдушина, тот самый глоток вот этого злого воздуха, который поддерживает все на плаву, понимаете, и Одесса, я, Саша, два слова скажу, вообще-то надо, конечно, Сергею сказать, в 19-м году, когда в течение года три власти сменилось в Одессе, белый, красный, еще кто-то, в общем-то, и, тем не менее, рассматривался вопрос о создании города-сада, как ни странно, и был реальный проект, и он обсуждался в городской думе, и так далее, и тому-то, вот, это Одесса, понимаете, лошади дохли от мороза в 19-м году, а Одесса думала о городе-саде, то есть действительно обсуждались вот такие вот вещи, я считаю, что вот это очень важно для нашего города, именно всплеск культурных событий, искусства, тогда, когда приходят определенные трудности. Но можно пойти дальше, сталинские репрессии и творчество Утесова, предположим, но как это сочеталось в одно и то же время. Откуда вот эта искрометная радость, это совершенно потрясающая, вообще удивительная фантазия, это великолепная музыкальность, и так далее. Сергей, вот я не знаю, может быть, глупый вопрос будет, но вот очень любопытно и интересно, вот как происходит само вот это таинство творчества, таинство импровизации, вот когда вот вы инструмент и зал, вот вы чувствуете зал, он из вас как-то вот что-то вытягивает, да, вот какие-то соки такие творческие, или вы им просто адресуете вот то, что в вас вот назрело, созрело, и вот его нужно родить сейчас, вот в твой время концерта. Да, скорее всего в этот момент, дело в том, что когда я собираюсь только, идти на концерт, я всегда очень волнуюсь, потому что я не знаю, что я буду играть, и может даже и не хочу играть. Вот, но вы знаете, это состояние, когда подходишь к инструменту, уже сел, все, это какой-то... Обрата дороги не отсюда. Да, психологический такой, какой-то толчок, который меня толкает, подталкивает, быстренько у меня тут начинает все соображать. Вы знаете, может быть, это я придумываю, но как-то я вот заметил на одном из концертов, что вот буквально вот первая нота, она дает вам, она вам показывает, каким путем вы сейчас пойдете. Буквально вот вы, было, не помню, филармония была на каком-то концерте, вот взял ноту, и вдруг, и все, и он туда утонул, он туда ушел в клавишу, и вот от этого звука полилось что-то такое. Потрясающая совершенно вещь. Бывает иногда, что я знаю, с чего я начну, бывает, что я не знаю, с чего начну, и что быть сильнее. Это мне, когда я работал у Лунстрёма, и Фейертак спрашивает меня, переду их, Сережа, ну скажи мне, это в Баку было, Сережа, скажи мне, ну с чего ты начнешь? Я говорю, не знаю, ну хотя бы чем ты закончишь, не знаю. А Стас Григорьев говорит, да все равно, чем он начнет, чем он законит. Скорее всего, что какой-то психологический внутри толчок, который все убирает, все лишнее. Я не буду сейчас говорить, а другой, ну это тайная сторона, которой я пользуюсь. Слово нехорошее. Где я получаю помощь? Внутреннюю. Потому что пальцы ничто. Без, если там будет пусто. Это мы имеем, собственно говоря, сейчас очень много, когда пальцы работают так, что полный берет, да? А вот тут пустота, и звуков ничего не идет. Ну вот это сложный момент. Уже я в фильме это обговаривал. Вас недаром называют маэстро «шелковые пальцы», да? Ну, скорее всего, может быть, не совсем точно. Каким образом удалось достичь вот такого совершенно невозможного? Это нереальное пианисима. Это неиграемые, но звучащие какие-то звуки, которые пронизывают весь зал, но они, их практически даже, по-моему, невозможно какими-то приборами зафиксировать, но оно звучит. Вот это пианисима, как это происходит? Это я с этим родился. Играется тишина. Но Людмила Нумовна, наверное, тоже к этому руку приводила. К этому нет. Она все хотела как раз наоборот, чтобы я сильную музыку играл, потому что я с детства был такой лирический пенист, и у меня звук уже, мне не надо было этому учить. Надо было другому учить ставить какие-то, потому что игражные инструменты в классике, это не надо рассказывать, тоже же когда-то за штыр играл, да? И знать, что это связь всех и мышцы, механизм очень тонкая, это все очень осторожно на все это дело. И она постепенно прививала мне крупную технику такую. А это не в моем характере, я долго не могу говорить, потому что надо обладать определенным характером. И у меня свой другой характер. Пианисима. Так вот, это в Швейцарии они написали, но немножко звучит по-другому. Все-таки я бы хотел, мне приятно, что говорят, я не скрою, мне приятно, когда любому, по-моему, человеку приятно, когда о нем... Говорят правду. Если она еще и приятна, если она еще и приятна, если она действительно правдой и приятной, в общем-то, и что оценивает то, что ты делаешь, это любому человеку приятно, правда? Но все-таки какие-то уточнения хотел бы вынести. Все-таки там больше переводится пианист с шелковым прикосновением. Откуда? Ну, у меня это, видимо, врожденное. Но вообще в классическом исполнительстве существовал такой вид техники перле, которым уже современные пианисты уже много лет не обладают вовсе. Последний... Михаил, спасибо огромное за то, что, в общем-то, это ваша идея, ваша инициатива. Благодаря вам удалось, Сережа, вот спустя 40 лет перевести все-таки в прямой эфир. Вам огромное спасибо. Сергей, с днем рождения, вот, удачи, счастья. И 26 апреля в Театре музыкальной комедии в 18.30 распахнется занавес, и мы будем слушать чарующую музыку джаза. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.